В чем проблема и почему не получается женщине выйти замуж, с чем это связано? На самом деле это обычно связано с тем, что у нее в роду были те, кто делал что-то плохое или делал что-то такое, когда не хотел детей, не хотел рождения ребенка, не хотел еще чего-то, не хотел еще чего-то. Такое бывает. Итак, почему же женщина не может выйти замуж и с чем связано то, что не получается у женщины? Дело в том, что есть одна точка, их вернее даже не одна, а две, это точка нашего рода. Точка нашего рода, сейчас я вам все расскажу, она находится в определенном месте нашего тела. Как только у человека появляется нелюбовь к точке рода, сразу же род пресекается. Этих точек несколько. Первая точка это стопы и вторая точка это половые органы. Как только человек перестает половые органы любить, как только человек перестает любить своих предков, Как только он обижается на своих предков, это духовная сторона незамужества или невозможности выйти замуж. И вторая физическая сторона, энергетическая, это нелюбовь к половым органам. Итак, первое, если с предками все понятно, им можно поставить свечку или палочку ароматическую зажечь и сказать, и дедушки, и бабушки, я вас помню, вы хорошие, отпустите меня, я хочу иметь семью, зайчики мои любимые, вы всегда в моем сердце. А также сказать, да, меня действительно в детстве обижали, все мальчики обижали, все девочки обижали, да, это было тогда, и это было не со мной. Все, прощаю, забываю, больше об этом думать не буду. Но самое интересное вот в чем, каждое утро, если вы не замужем, делайте так, сядьте, особенно если вы девочка, сядьте без штанишек, посмотрите на половые органы свои, при этом не смотрите больше, а представьте, будто вы целуете в них с благодарностью, как будто это не ваше, а как будто это принадлежит всему вашему роду, то есть принадлежит всем женщинам, которые до вас были, всем мужчинам, которые до вас были, мужчин этого не бывает, это не важно. И скажите себе такие слова, самое любимое, самое родное, самое дорогое, и увидите, какое большое количество людей начнет к вам клеиться, мужчин. Если вы мужчины, то же самое можно сделать, не нужно это не трогать, ничего с этим сделать, делать нужно, к этому хорошо относиться, как? С проявлением максимальной любви. Если человек к половым органам своим проявляет не любовь, то после этого у него появляются проблемы, как эта любовь может проявляться, или не любовь может проявляться, это могло быть, или зачинаться в раннем периоде, когда били по рукам, там, если кто-то что-то трогал, когда говорили, что это плохо, когда говорили или внушали, что это плохо, у нас есть еще ругательственные слова, которые говорят, что половые органы, это вообще плохо. Так вот, я хочу вам сказать, что это неплохо, на самом деле и мужчину, и женщину сближает это. Это ненависть, или изнасилование, или боль, или там что-то не то, что вам нравится, и там не такие некрасивые, большие, маленькие, большое, маленькое, там, шевелится, не шевелится, гиперемированное какое-то, что вам не нравится, пятно, кандилома, папилома, бородавка, это ничего не имеет значения. Оно ваше, оно принадлежит вашему роду, это часть вашей жизни, Бог вас создал. Смотрите, какие у вас красивые ручки, смотрите, щечки какие красивые, смотрите, плечики красивые, даже толстенькие пузики хорошие, и ножки хорошие. Нужно знать, что мужчину и женщину притягивают половые органы. Именно поэтому любовь, даже любовь, своя любовь к своим половым органам, нежелание это ругать, приводит к быстрому замужеству. Проверено, была подружка, она позвонила мне и говорит, вот меня муж бросил из-за того, что у меня там 70 тысяч я получаю, он ушел. Другой женщине, которая получает 180 тысяч, она студия, судья, я не судья, что мне делать, все, он ушел, он ко мне уже не вернется и так далее. Я думаю, ну какая разница, я раньше вообще считал, что мужчины и женщины по любви сходятся, при чем тут деньги, что она такое говорит. Ну вот она себе поверила, я говорю, знаете что, вы сядьте утром, каждое утро смотрите на половые органы свои и говорите, вы мои красивые, мы мои красивые, и мысно представляете, будто вы их целуете. Не нужно ничего дальше, не надо там ничего придумывать, не надо там никаких изысков. Просто это должно быть как духовное проявление с воспитанием в себе состояния любви по отношению к вот этому интимному месту, которое у вас, интимному. Если это делать, раз, два, три, четыре, пять, это 100% приводит к тому, что в жизни все получается. И замуж выходят и так далее, и так далее. Почему я это решил? Дело в том, что я когда-то был в Индии и был в таком храме, который называется Красный храм Шивы. И там было изображение женского полового органа и мужского полового органа. Женщины подходили, целовали женский половой орган, мужчины подходили, целовали мужской половой орган. После этого монах, который там находился, лил на женский половой орган мед, на мужской половой орган молоко. Таким образом он проводил определенный обряд, и все, кто туда приходил, 100% выходили замуж. Я думал, ну как это может быть? Причем тут половые органы? Как это можно молиться или к этому относиться? Как это связано? Да, с этим связана наша конституция и наше мотивирование к жизни. Мужчин к женщинам и женщинам к мужчинам. Помимо всего прочего, помимо желания, помимо того, что там хорошо буду относиться, помимо любви безусловной. Это все есть, мы высокодуховные, высокоэмоциональные, высокоинтеллектуальные, хорошие люди. Но ниточка какая-то не соединяется, не нравится девочка. И вот девочки были такие очень часто у меня, я им начал советовать, да и мальчикам это советовал. Говорю, мысленно представляете, будто вы целуете. Посмотрите, вспомните, как выглядит, и целуйте только мысленно свое. И после этого выйдете замуж. Это проверено, это работает мега-мега быстро. Пожалуйста, пользуйтесь. Но хочу сразу сказать, что это человек говорит, Андрей Андреевич, я даже в мыслях не могу это представить, даже мысленно не могу это сделать и так далее. Вот это называется уже проклятие рода. Когда человек даже мысленно не может, это проклятие его рода.